В эфире служба новостей Саров-24 в студии Кирилл Васенин. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. С юбилеем Валерий Такоев отметил свой 80-й день рождения. Парковочное место на вес золота. Очередное обращение в городской дозор. Марафон юных интеллектуалов во Дворце детского творчества прошел финал конкурса «Саммит». Далее расскажем обо всем подробно. 8 ноября в районе 4 часов вечера в экстренные службы поступил звонок от неизвестного о том, что в здании администрации заложено взрывное устройство. На месте происшествия работали специалисты ГО и ЧС, полиция, пожарная служба, скорой помощи. Все сотрудники администрации были эвакуированы, перекрыты все близлежащие улицы. В здании работали кинологи с собаками. Более подробно о том, что произошло, расскажем в ближайших выпусках. К другим новостям. Один из главных разработчиков закона АЗАТО – председатель Городского совета народных депутатов первого созыва с 1992 по 1994 год. Президент Ассоциации АЗАТО атомной отрасли Валерий Николаевич Такоев отметил свой 80-й день рождения. Торжественное мероприятие, посвященное юбилею почетного гражданина нашего города, посетила и наша съемочная группа. Обаятельный, внимательный, добрый, а главное – никогда не унывающий. Именно так отзываются о Валерии Николаевиче Такоеве, его друзья и коллеги. Жизненный путь Валерия Такоева всегда был насыщен яркими событиями. И даже те нелегкие годы, на которые пришлось его детство, он вспоминает с улыбкой. Мне посчастливилось жить и во время войны. Подчеркиваю, почему слово посчастливилось. Потому что пройти даже мальчишкой такое нравственное воспитание в это время – это дорогого стоя. Коллеги по работе в ядерном центре, по аппарату в городской администрации, единомышленники-комсомольцы, депутаты Городского совета последнего созыва. Поздравить юбиляра пришли не один десяток человек. И это не случайные люди. Все они в свое время были неотъемлемой частью жизни именинника. Конечно, мы сегодня чествуем человека государственного. Человека, который всю свою жизнь сознательно посвятил отстаиванию интересов, посвятил справедливости, посвятил правде. И этим он велик. Весь вечер в адрес Валерия Николаевича звучали теплые слова и поздравления. Друзья и коллеги делились своими воспоминаниями и рассказывали забавные истории, которые происходили с юбиляром. А многие даже посвятили имениннику целые стихотворения. Валера, дорогой, мы с комсомола знакомы с тобой. И депутатская стезя нас с тобой вновь свела. Поздравляю от души с днем рождения тебя. Валерий Николаевич внес большой вклад в развитие нашего города и ядерного центра. В свое время его заслуги были отмечены государственными наградами – орденом «Знак почета», медаль «Мезодоблестный труд» и «Ветеран труда». Валерий Николаевич – лауреат государственной премии в области науки и техники. А в день рождения приказом гендиректора госкорпорации его еще наградили и знаком отличия за вклад в развитие атомной отрасли первой степени. Стихийные парковки во дворах – это бич современных жилых кварталов. Горожане оставляют машины на тротуарах, газонах и даже детских площадках. Заставленные автомобилями дворы давно стали головной болью не только жителей, но и органов власти. Особо остро проблема парковочных мест стоит и в нашем городе, особенно в районах советской застройки. В рубрику «Городской дозор» обратились жильцы домов номер 22 и 24 по улице Курчатова. Даже в полдень двор дома 24 по улице Курчатова плотно заставлен автомобилями. Александр считает большой удачей, если ему удалось сразу найти свободное парковочное место. Немного улучшило ситуацию начавшееся расширение проезжей части, но на полдороге строительство завершили. А вот это тоже обещали сделать. В тот год еще. Все будем делать. Эту сделали, а на этой с концами. И забросили ее. Двор по улице Курчатова 22 с трех сторон окружен девятиэтажными домами. 30 лет назад, когда застраивался микрорайон, не учитывали, что количество личного транспорта возрастет в несколько раз. Два года назад мы запустили проект расширения парковки, но денег в городском бюджете хватило только на ее половину. Остальную половину принесли вроде на следующий год и финансирование обещают по остаточному принципу. Как пояснили в администрации, заботясь об экологической ситуации и внешнем виде внутриквартальной территории, в рамках адресной программы по благоустройству города была прекращена стихийная парковка на газоне. Свежевскопанную землю засадили травой и оформили клумбы. Надежда жителей на строительство рядом с домом торгового центра с обязательной парковкой также тает на глазах. Также у нас здесь имеется долгострой в районе дома 22. Там застройщик обещал нам сделать парковочные места дополнительные для жителей дома. Но так как там идут судебные тяжбы, соответственно, и парковочных мест никто не делает. Депутат Наталья Морозова пояснила, что обязательства по строительству парковки будут выполнены в следующем году. В рамках адресной программы по благоустройству округа выделены деньги и готова проектно-сметная документация. Осталось найти подрядчика для выполнения работ. На следующий год, на 2019, запланированы объемы работ, которые будут продолжать эту парковку по улице Курчатова 22 вдоль дома Курчатова 24. И мы планируем завершить эти работы к концу следующего года. Жителям двора остается только набраться терпения, ждать выполнения данного обещания и надеяться, что сроки строительства долгожданной парковки не увеличатся, а сократятся. Хоккейный клуб «Саров Инвест» начинает выступление в высшей лиге чемпионата области. В прошлом году саровская любительская команда вернулась в чемпионат Нижегородской области по хоккею и стала безоговорочным лидером соревнований, завоевав титул чемпиона в первой лиге. В новом сезоне клуб принял решение выступать уже в высшей лиге областного турнира. Соперниками саровчан станут команды из Кстова, Городца, Сокольского, Таншаева, Павлова, Дальнего Константинова и Держинска. Первый матч клуба «Саров Инвест» пройдет уже в субботу, 10 ноября в Держинске. Наши спортсмены сыграют с прошлогодним лидером высшей лиги команды «Уран». Начало встречи в 14 часов приглашает всех болельщиков поддержать саровский клуб. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В Сарове пройдет фестиваль студенческого кино. Основной площадкой 38-го международного студенческого фестиваля в ГИК в нашем городе станет художественная галерея. Со следующего понедельника там стартуют показы картин начинающих режиссеров. После просмотра каждый зритель получит специальный бланк, в котором сможет оценить увиденную ленту по 10-бальной шкале. Мнение саровчан и жителей других городов, где проходит фестиваль, позволит выбрать самых многообещающих режиссеров, которые пока только начинают свой творческий путь. Вход на показы свободный. Посылки в Нижегородскую область будут приходить быстрее. На днях стало известно, что главный аэропорт региона Стригина прошел все необходимые согласования и теперь имеет право принимать грузовые самолеты марки «Боинг». Это значит, что уже в обозримом будущем воздушная гава Нижнего Новгорода станет новым логистическим центром по Ужье. А благодаря близости к Москве может претендовать и на статус Международного центра доставки грузов. Саровчанин сделал серьезную заявку на победу в Чемпионате мира по акробатике. Наш земляк Михаил Заломин уверенно выиграл квалификацию в прыжках на двойном мини-трампе и 9 ноября выступит в финале. Еще один выпускник Саровской школы акробатики Александр Одинцов стал шестым. Во Дворце детского творчества подвели итоги Саровского марафона маленьких интеллектуалов. Саммит проходил в несколько этапов. В финале между собой соревновались по три лучших ученика начальных классов от каждой школы. О том, кто смог ответить на все вопросы и набрать наибольшее количество баллов, расскажем в следующем сюжете. Только в сентябре эти ребята впервые переступили порог школы, а уже сегодня одни финалисты городского марафона саммит. В последние дни школьных каникул самые начитанные и эрудированные ученики младших классов выяснят, кто из них достоин носить почетное звание победителя и призера интеллектуальных состязаний. Задания идут на общую эрудицию, именно на метапредметные результаты. И сегодня больше заданий, например, дети выполняют на логику. До недавнего времени метапредметные интеллектуальные состязания проводились только для старшей и средней школы. И вот уже в пятый раз марафон для начальных классов собирает во Дворце детского творчества маленьких эрудитов. Первоклассник из 15-го лицея Федя Галкин очень любит математику, а особенно изучать таблицу умножения. Ее надо учить, потому что, чтобы стать умным, выбрать хорошую работу. Арина Будина из 2-й гимназии тоже любит решать примеры и задачи по математике. Еще один любимый предмет девочки – русский язык. С заданиями финала городского интеллектуального марафона первоклассница справилась без особого труда. Я просто люблю задачки всякие решать. Мне захотелось. Я люблю в школе задачки решать. Для того, чтобы определить финалистов интеллектуального марафона, организаторы провели несколько этапов. Первый – дистанционный, где школьники отвечали на вопросы вместе с родителями. Тех, кто лучше остальных справился с заданиями, пригласили на полуфинал. В общей сложности свои силы тогда проверили порядка 700 человек. В третий, в финальный этап интеллектуального марафона вышло 85 ребят. Для них как раз и организуем такой праздник, чтобы они почувствовали себя героями сегодняшнего дня. И этот конкурс, марафон, он как раз на выявление именно лидеров, интеллектуалов. Это не командная работа. Итоги интеллектуального марафона подведут 15 ноября на торжественной церемонии награждения призеры. И победители получат грамоты и ценные призы. Дни осенних каникул проходят насыщенно не только у школьников, но и у учителей. В школе номер 14 прошло традиционное первенство города по русским шашкам среди педагогических работников образовательных школ и учреждений дополнительного образования. Соревнования организуют уже в 39-й раз. В этом году в них приняли участие около 40 педагогов. Сосредоточенные взгляды, нахмуренные лбы. Кто-то уверенно передвигает фигуры, а кто-то тратит по несколько минут на раздумья. На каждой шахматной доске разворачивались настоящие интеллектуальные баталии. Среди участников этого шашечного турнира можно было встретить как новичков, так и призеров соревнований прошлых лет. В том году 10-я школа стала второй среди всех коллективов города по шашкам, среди учителей. Результаты-то какие-то у нас есть, комбинации. Мы стараемся немножко учить их. Впервые турнир по шашкам среди педагогов нашего города прошел 39 лет назад. Организовал его бывший учитель математики школы номер 10, участник Великой Отечественной войны Александр Сидоров. С тех пор с каждым годом желающих попробовать свои силы в этих соревнованиях становится все больше. Сегодня их проводит профсоюзный комитет департамента образования. Это традиционные соревнования. И они выявляют сильнейших шашистов. И они способствуют тому, что люди интересуются этим видом спорта. Они пытаются заинтересовать детей, потому что у нас в городе очень сильная шашечная школа. В этом году в турнире приняли участие 12 школ в команде по 3 человека. И чтобы турнир не затянулся надолго, организаторам пришлось изменить время, которое дается на партию. Прошлогодние у нас соревнования были в 15 минут на игровое общее время и на одну партию. А сейчас уже решили, потому что 10 минут на эту партию, потому что коллективов очень много. Юрий Анискин принимает участие в шашковом турнире впервые. Для него главное не победа, а возможность повысить свой интеллектуальный уровень, а также пообщаться с коллегами и обзавестись новыми знакомствами. Я считаю, как бы отвлечение от трудовых будней, ну, расслабляет, как бы, своего рода мероприятия такие. Азартная борьба на клетчатых досках шла на протяжении нескольких часов. По итогам турнира победителями стали школа номер 14, вторыми – гимназия номер 2. А бронза досталась педагогам 10-й школы. Лучшее средство профилактики простуд и вирусных заболеваний – мед. Об этом знали еще древние мудрецы. Полезное лакомство, как лекарство, используют уже много веков. И при этом мед еще и очень вкусный. Тем более, когда есть из чего выбирать. В Центре культуры досуга в НЕФ начинает работу выставка «Медовые феерии», на которой традиционно представлены десятки сортов меда. Темный, светлый, чистый и с натуральными добавками на любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда вы найдете в Центре культуры и досуга в НЕФ. С 9 по 11 ноября там проходит ярмарка «Медовая феерия». Качество этого полезного лакомства спасики пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах страны, в том числе и в Сарове. Михайловы лично внимательно следят за тем, чтобы ассортимент меда удовлетворял каждого. Поэтому на медовой феерии можно найти достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелиный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. А еще, любимый многими – хвойный мед. На щитовидную железу хорошее действие оказывает. Потом против простудных заболеваний. Он обладает противовоспалительным свойством. Впервые на медовой феерии мед с дягеля. Это алтайский мед, который улучшает работу желудочно-кишечного тракта и оказывает благотворное действие на суставы. И как и любые темные сорта меда, такие как тот же хвойный или каштановый, помогают работе сердечно-сосудистой системы. На ярмарке есть липовый, майский, цветочный, высокогорный мед. И мед с акацией, который полезен и подходит как взрослым, так и детям. Мед с акацией – очень хороший мед. Он, во-первых, не кристаллизуется. Он очень долго стоит в жидком виде. И полезен детям. Аллергию не вызывает. На ярмарке «Медовая феерия» вам предложат и сами продукты пчеловодства. Перга, пыльца, маточное молочко и настойка прополиса на воде. Для детей очень хорошо сейчас актуальность смены температуры. Это как аэрозоль брызгает в горло. От насморка тоже можно ее применять. Потом, если ожоги, не дай бог, это тоже обладает противовоспалительным действием. Все сорта можно попробовать лично. И остановиться на том, который больше понравится. Не пропустите. Ярмарка «Медовая феерия» работает в Центре культуры и досуга в Нев. С 9 по 11 ноября с 10 утра до 7 вечера. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах «Канал-16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Кирилл Васенин. Всего вам доброго и хороших вам новостей.